Приветствую вас, уважаемый зритель! На связи с вами Николай Лобанов и канал Caratbars Team с 0, то есть с Николаем и Ольгой Лобановыми. И сегодня я хочу провести один технический урок, который будет очень полезен в отношении оформления верификации для Caratbars или для других потребностей. Я покажу вам, как вы считанные минуты сможете оформлять вот так красиво, но не только красиво, а и функционально. Вот эти поля, которые важны, чтобы правильно отражали информацию о каждом человеке, который проходит верификацию. Для этого мы будем с вами использовать одну очень маленькую, но очень ценную программу. Она называется FastToneCapture, и я приложу сюда ссылочку для того, чтобы вы могли ее скачать. Она пригодится вам в очень многих случаях. Мы с вами постепенно разберем, что она собой представляет. Когда вы скачаете этот архив на свой компьютер, вы кликните правой кнопкой и вот эту кнопочку «Извлечь в текущую папку». Кликаете, извлекается и открывается эта папка. В этой папке несколько файлов. Нам с вами нужен вот этот. Вы просто кликаете по нему, и программа устанавливается. После того, как она установится, у вас появится вот такой ярлык на рабочем столе. Вы кликните по нему, и откроется вот такая панелька. Я не буду долго и полностью рассказывать вам о этой программе, в ней очень много функций. Скажу только об основных. Вот это захват активного окна. Попробуйте, что это такое. Захват окна или объекта. Более всего я пользуюсь, например, вот этим. Захват прямоугольной области. Вы просто кликаете, выделяете какую-то область, которая вам нужна, и сохраняете ее. И дальше обработаем. Дальше я покажу, как это делать. Следующее. Захват произвольной области. Захват всего экрана. Захват окна с прокруткой. Захват фиксированной области. Посмотрите, что это. И я часто еще пользуюсь вот этим. Видеозапись. Вы можете выполнять видеозапись любой трансляции с вашего экрана. Вы тоже кликаете. Здесь нужно настроить. Вы либо объект снимаете, либо прямоугольную область, либо весь экран, либо весь экран без панели задачи. Но весь экран нет смысла, конечно. Чаще всего я беру прямоугольную область. Вы тоже кликаете запись. Ну, давайте покажу. Кликаем запись, выделяем область. И все, что будет показываться в этой области, программа записывает. Вы только кликаете запись, и она пошла. Когда вам нужно остановить запись, вы кликаете по этой кнопке, и сохраняется ваша запись. Вы указываете, где сохранить. И потом можете просмотреть. Сейчас нам посмотреть особо нечего. Вот указывается место. Потом открывается это видео, которое мы с вами сняли. Вот это вот. Все, что снялось. То есть программа очень простая. Я думаю, у вас не возникнет труда при ее использовании. Но моя задача показать вам, как использовать для того, чтобы оформить документы для верификации. Я взял два своих документа. Давайте посмотрим, что это за документы. Да, это мои права. Раньше я был молодой и красивый, а теперь только красивый. Итак, смотрите. В чем проблема? Здесь, например, вот написано английскими буквами. Лобанов, Николай. Но мне нужно сделать, чтобы это было выделено, чтобы немецкие менеджеры без проблем смогли это все увидеть и использовать. Часто приходится делать вот такие русские паспорта. Здесь мы вписываем английской транскрипции. Ну, давайте мы это вместе проделаем. Итак, смотрим. Я сделал экран побольше. Мы берем нашу программку. И нажимаем вот это. Захват прямоугольной области. Выбираем область документа. И отпускаем. Все это делается левой мышкой. Взяли, захватили и отпустили. Давайте еще раз, может быть, чтобы было понятнее. Кликаем здесь. Переносим мышку вот сюда. Берем, захватываем и тянем из левого верхнего в правый нижний угол. И здесь отпускаем. Все. Наша задача здесь написать фамилию, имя, желательно еще дату рождения. Для этого кликаем вот здесь рисунок. И мы уже в формате рисунка. Теперь вот здесь мы выбираем вот эту букву. Это будет текст. Мы выделяем произвольную область. И пишем. Пишем имя. Николай Лобанов. Шрифт большой. Нам он такой не нужен. Мы поэтому его выделяем. Вот здесь у нас панелька для управления. Мы выделяем. Ctrl A. И можем изменить шрифт. Делаем поменьше. 20, например. Но вот так будет нормально. Или скажем 22. И ставим еще день рождения. Вот. Теперь мы берем курсор. Можем перетащить в ту область, куда нам надо. Ну, ставим туда, где мы ничего важного не сможем заслонить. Например, здесь. Хорошо. Теперь я это скопирую, чтобы было название документа. Кликаем Ctrl C. То есть Ctrl Copy. Нажимаем внизу OK. Вот здесь. И документ сохраняется. У нас спрашивается, куда его сохранить. Кликаем вот здесь. Сохранить. Куда? На рабочий стол. Как его назвать? Я специально скопировал название. Это имя и фамилия. И один. Первый документ – это документ, подтверждающий личность. На этом документе должна быть фотография, должно быть имя и дата рождения. Это вот те вещи, которые необходимы. Кликаем «Сохранить». И на рабочем документе у нас уже есть этот документ. Можем посмотреть его. Вот он у нас. Так, так, так. Вот. Вот наш документ. Его можно отсылать. Он назван Николай Лобанов 1. Закрываем. Следующий документ, который я взял, вот такой. Он немножко посложнее. И я покажу, как такое сделать. То есть, смотрите, если я переверну на 90 градусов этот документ, он будет очень маленький. И если я его так вот скопирую, как мы это делаем до сих пор, здесь будут очень маленькие буквы. Трудно будет разобрать. Поэтому мы пойдем другим путем. Мы оставляем его в горизонтальном положении, так, чтобы он был читабельный. И если у вас документ вот в этом состоянии, и вам нужно лучше увидеть буквы, вы его просто кладете в горизонтальное положение. Вот так. И после этого вы выделяете область, которая нам нужна. Например, вот так. Но писать мы сможем только в горизонтальном положении. Здесь есть еще одно маленькое ухищрение. Вот кнопочка Print, то есть Point. Point. Кликаем по ней. Мы переводим в программу Point. И здесь нам уже можно перевернуть. Кликаем по вот этой кнопочке «Повернуть». И выбираем «Повернуть на 90» вправо. Поворачиваем, и документ у нас в нормальном состоянии. После этого мы можем закрыть Point. И кликнуть «Сохранить». Сохраняем, и он у нас вот в таком состоянии. Мы можем его переместить. И видим, что качество не изменилось. Оно осталось по-прежнему хорошим. Буквы крупные. Мы можем, конечно, здесь увеличить при помощи вот этой вот. Но если мы выберем 200, это будет очень много. Поэтому мы оставим также 100%. И наша задача теперь сюда внести имя, фамилию и адрес. Мы кликаем вот сюда рисунок, как и в прошлый раз. И кликаем вот сюда на букву. Выбираем какую-то область и начинаем писать. Да, вот здесь мы можем выбирать. Очень многие параметры. Они вот здесь регулируются. Вот смотрите. Если мы нажмем на фон, уберем галочку. У нас фона нет. Мы можем просто писать буквы без фона. Мы можем задать цвет вот этой обводки. Мы можем задать цвет самого поля. Поскольку нам нужно выделить, то красная обводка, желтое поле и синие буквы. Это делается специально. Здесь вы можете регулировать размеры рамки. Сделать скругление углов или его отсутствие. Вот здесь очень много функций. Вы можете сделать различную степень прозрачности. Эффект тени можете сделать. Поиграетесь вот с этими функциями. Мы сейчас будем писать. Поэтому мы кликаем сюда и пишем опять. Николай Лобанов. Дальше пишем адрес. В адресе в начале мы пишем обязательно улицу. Выбираем улицу. Здесь у нас спортивная улица, дом 3, квартира 129. Пишем спортивная. Обязательно пишем STR, то есть стрит. STR и выбираем все правила. Точка, запятая. После этого номер дома и номер квартиры. Не вмещается. Мы можем либо изменить размер букв, либо вот потащить сюда. Спортивная. Все правильно. Идем дальше. Населенный пункт. Следующим идет населенный пункт. Здесь название сложное, поэтому пишем червоный Донец. Дальше обязательно область. Но поскольку в наших данных обычно указывается населенный пункт и область, которая пишется как регион, поэтому я напишу Харьков регион. Харьков регион. После этого пишем страну. Украина. И обязательно индекс. Индекс, индекс. 642.50. 642.50. Вот в принципе главное, что нам нужно было написать. Мы можем здесь еще подвигать. Сделать больше-меньше. Можем изменить шрифт. Просто кликаем Ctrl-A. Выделить все. И меняем тут шрифт как нам нужно. Ну, в принципе можно ставить так, как есть. Вот. Но для того, чтобы показать менеджерам, где находится этот адрес, откуда мы его взяли, мы еще кликаем вот сюда. Вот это прямоугольник, только контур. Кликаем его и выделяем ту область, где есть этот адрес. Вот он. И можем поставить вот такую стрелочку. Кликаем в стрелку, чтобы было понятно, что этот адрес взят вот отсюда. Ну, похоже, все. Имя есть. Улица есть. Населенный пункт есть. Область есть. Страна есть. Индекс есть. То есть старайтесь, чтобы именно в таком формате было, потому что это международный формат. Улица Стре, точка, запятая, пробел, номер дома, тире, номер квартиры. Если, например, номер дома и еще корпус, то вы тогда кликаете, ставите слэш и, например, 3. Да, получается дом 3, дробь 6, квартира 129. Просто поставьте себя на место менеджеров. Вот вы немецкий менеджер. И получили вот такой документ без вот этого сопровождения. И вы начинаете думать, как вот эти русские буквы перевести на английский язык. Понимаете? И поэтому они могут просто кликнуть, верификация не пройдена. Но когда вы все написали, все четко, все красиво, нет проблем, то, естественно, любой менеджер сделает то, что ему положено сделать. В этом вся загвоздка. То есть оформите красиво и грамотно ваши документы. И проблем с верификацией не будет. Когда вы все это оформили, кликаем кнопочку ОК. И документ, ну вот видим, как-то сохранен неправильно. Потому что мы выделили область. И сами урезали эту. Это для того, чтобы я вам показывал. Просто все вот так получилось. Здесь мы уже ничего, наверное, не исправим. Потому что мы кликнули ОК. Если такой конфуз случился, значит опять все начинается сначала. Поэтому следите, чтобы у вас все это было в рамках. Я надеюсь, вы поняли. Я кликаю Сохранить. Здесь опять выбираем Николая Лобанов. Но придаем название 2. Чтобы было понятно и вам, и менеджерам, что это второй документ. Сохранить. И вы их вносите в соответствии с тем, первый документ это подтверждающий личность, второй документ, подтверждающий вашу прописку или место проживания. Давайте еще пару слов о программе. Вы можете брать любой документ. Если вам нужно померить ширину, вы кликаете вот здесь. Линейка выстраивается горизонтально. Вы растягиваете и смотрите здесь. 793 пикселя. Здесь вот еще есть какие-то функции. Расстояние между точками. Опции. Даже не был здесь в пиксели, сантиметра и так далее. То есть здесь вы тоже можете поиграться. В общем-то инструмент, который иногда нужен для измерения размеров картинки. И вот здесь еще есть установки. Вы тоже можете здесь посмотреть, поискать и найти то, что вам будет интересно. То есть программка очень небольшая, но очень функциональная. Я думаю, вам она очень пригодится и для скриншотов, и для снятия видео. Например, все свои презентации я записываю именно в этой программе, потом в Камтазе редактирую. Для записи мне она вполне подходит. Она не нагружает очень сильно компьютер и, в общем-то, нормально записывает. Давайте еще для видеозаписи. Здесь есть некоторые функции, которые я покажу. То есть вам нужно будет задать опции. Вот здесь. Здесь вы задаете запись звука. Уровень записи выбираете. Вот такая панель. Здесь вы тоже можете многие вещи отрегулировать. Посмотреть. Здесь вы обязательно задаете качество. По умолчанию здесь какое-то качество, по-моему, не очень хорошее. Вот я записываю в хорошем качестве. Можно выбрать лучшее, еще лучшее. Тогда файлы будут тяжелее. Частота кадра выберите 15, вполне достаточно. И какая-то здесь еще функция. И вот эта функция сжатия, она, по-моему, по умолчанию включена. Вы ее выключите, потому что тогда качество будет совсем плохое. Можете записывать запись курсора мыши, но я, видите, у меня отключена. Можно подсветку курсора. Я это все тоже убираю. Это обычно не нужно. Вот. Поэтому вот такие установки обычно я использую. Хорошие. 15. Здесь все выключено. Регулировку звука вы сделаете сами. Стерео. Запись щелчком мыши я обычно не делаю. Тоже не нужно. Клавиши можно использовать. Файлы вывода. Можете указать, куда будет выводиться ваш конечный файл. Ну что ж, друзья. Если это видео было для вас полезным, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Кликая по кнопке подписаться. Кликайте нравится под этим видео. И в следующем видео я вам расскажу, как решить проблему. Если вы, например, живете на Украине, а документы нужно получить в России. Вам нужно пройти верификацию, как российский гражданин. Для этого мы будем использовать Photoshop. Я покажу, как это делается. Потому что эта проблема, к сожалению, возникает. Пока у нас не открыты Украина, Белоруссия, Молдова, Казахстан. Надо документы как-то подтверждать. И об этом я расскажу в нашем следующем видео. С вами был Николай Лобанов. И до новых встреч. Всем пока.